Молитва по соглашению Друзья мои, древняя церковь не знала таких молитв, а эта фраза, она литургична, потому что где мы собираемся во имя Христа? На литургии. Священник, мирянин, певец в качестве хора. Вот три человека есть, вот это уже церковь. Пусть даже нету мирянина, есть только батюка и его матушка, которая стоит на клиросе в холодном, неотопляемом, полуразрушенном храме, это уже церковь. Служатся литургии. Два человека есть, литургия служится может. И собираются они во имя Христа. Они служат литургию, где хлеб и вино прилагаются в тело кровь Господня. Причащаются святых даров. Являют себя частью тела Христова. Являют собой церковь. Вот это молитва по соглашению. Когда мы собираемся во имя Христа, а не во имя себя. А как же, говорит эта фраза, еще раз повторю. И двое трое соберутся во имя Мое. Мы пришли ради Христа в церковь. Мы принесли Ему хлеб и вино. Твоя от Твоих Тебе переносяща. А всех изо вся, скажет в конце литургия священник. И все. Мы пришли ради Христа. Мы пришли в церковь ради церкови. Литургия переводится даже на русский язык как общее дело. Церковь как собрание верных. Вот экклезия. Вот молитва по соглашению. А что предлагают современные соглашатели? Собрать свое имя Христа? Нет. Собрать свое имя какой-то проблемы. Детей нет, денег нет, мужа нет, жены нет. Или есть, но пьет. Улучшение жилищных условий. На работе проблемы. Со здоровьем проблемы. У меня, у сына, брата, родителей. Мы пришли ради себя. Мы собрались ради улучшения обстоятельств своей земной жизни. Задите мне хоть одного священника, который бы сказал, давайте помолимся. Все вместе, братья и сестры. Каждый день буду читать, какой он быть Акафист, чтобы избавиться от зависти. Или жадности. Или чего угодья. Давайте все вместе помолимся. Хотя кто-то сейчас скажет, о, точно. Вот, сейчас Владислав подсказал. Все же хотят похудеть. Сейчас мы будем служить молитве по соглашению. И Акафисты для похудения. Здорово. Сразу народ соберем, деньжат соберем и так далее. А народ ушки поразвесил и пытается Господа Бога прижать к стенке, вытащить волосы из его бороды, сказать, трах-тибедах-тибедох, порвать на три части и получить желаемое. Но так оно не работает. Магия несвойственна православной церкви. И пусть вас много. Пусть вы собраетесь в одно и то же время, чтобы Господь услышал наверняка в 23.47. Но Господь-то не глуховат. Ему слухавчики не нужны. Если вы думаете пробиться тремя тысячами человеков в небесную канцелярию, за счет того, что вы громко произнесете слова этого Акафиста в определенное время, Господь расслышит в шуме всех этих семи миллиардов молитв, которые возносятся ему периодически с нашей грешной планетки, то нет. Это немножко примитивно. Господь видит в твое сердце. Он знает, чего ты хочешь. И вот эти все молитвы по соглашению, есть не что иное, как манипуляция вашей доверчивости. Но теперь давайте немножко подсластим ситуацию. Когда священник в конце литургии выходит нам вон с проповеди, говорит, братья и сестры, у дочери нашей свечницы болезнь какая-то слегла с ковидом, в реанимации, на ИВЛ, 50% поражения легких. Давайте будем за нее читать вот эту молитву вечером, когда приходим с работы. Кто в 9, кто в 10, кто в 11. Вот я буду в 11, хотите, вот со мной, потому что я раньше, допустим, не ложусь. Буду читать вечернюю молитву, и после них или перед ними будем читать эту молитву. Давайте так молиться. Вас благословляю всех. Получилось хорошо, не получилось, ну, в другой раз прочитайте. И вот это замечательное единство всех, единство прихода друг с другом, со священником. Да, вот мы молимся. Никто не говорит, что надо прочитать какое-то конкретное количество раз в какое-то конкретное определенное время. Не видя здесь никакой магии. Поэтому будьте осторожны. Особенно, когда к этой молитве призывают священники, лишенные сана, раскольники и прочие-прочие-прочие сомнительные личности. Уже дошло до того, что в этих ваших интернетах уже и миряне начинают создавать нечто подобное. Ну и давайте теперь помолимся в этом святом месте. Тут молитва будет сильна. Не то, что там где-то в каком-нибудь Казятино. Вот здесь там место намоленное. А давайте в самолете помолимся. Повыше к начальству. Уж точно будет услышано. Давайте, пишите ваши записки. Будем молиться, читать в это время обязательно. И не сказать, что это греховно. И не сказать, что это неправильно. Что, разве плохо помолиться в Иерусалиме, в мащество Николая или Спиридона? Неплохо. Но не думайте, что эта молитва наверняка будет услышана только потому, что помолились много количества людей. И обязательно именно вот эту самую большую частичку мащей, а не только маленькую, которая есть непосредственно у тебя на приходе. Включайте рассудительность. Не магическое представление о взаимоотношении с Господом Богом. Оставляйте за пределами храма. Заходя в храм, снимайте шляпу, но не голову. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok